МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К тому же дал свою оценку волонтерству запорожского мэра в зоне АТО. Как Запорожье встречало президента, знает Наталья Зайченко. Запорожье готовится встречать президента, а вместе с ним и нового губернатора. Кто возглавит Запорожскую область? Слухи о возможных кандидатурах за последние пару недель менялись. И не раз. Сегодня их развеет сам Гарант. Ажиотажа по случаю визита президента в Запорожье не было. Даже дороги не перекрывали. Восле здания облгосадминистрации, где ждали Порошенко, было спокойно. Толкучка возникла лишь в холле, когда чиновники стройными рядами проходили рамку с металлоискателями. Пётр Порошенко прибыл в Запорожье после полудня, посетил военный госпиталь. Дальше приехал в облгосадминистрацию. Слава Украине! Слава! 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 Тем временем, в сессионном зале Порошенко уже около часа ждали общественники, чиновники, руководство правоохранительных органов. Сануне и пане Тафанове, президент Украины Петро Порошенко. Своё выступление президент начал со слов благодарности запорожцам за то, что не дали, цитата, «разжечь огонь сепаратизма в области». Доволен и работой правоохранительных органов. Особый акцент делает на фамилии главного милиционера региона Виктора Ольховского. Именно ему долгое время пророчили кресло руководителя региона. Но стал им другой – Валентин Резниченко. Его имя до сегодня запорожцам было неизвестно. Новый губернатор в первые минуты своего назначения немногословен. Я дякую вам за доверие. Я сведомен того, что сейчас влада находится под пыльным оком и контролем громады. Я готов работать с всеми и прошу делать выяснения за результатами моей работы. Валентин Резниченко для нашей области – темная лошадка. В кулорах власти до последнего задавались вопросом, почему на эту должность не назначили человека местного. Задали неудобный вопрос из зала и президенту. Он достойный и эффективный человек, который покажет свою эффективность. Вас прошу об одном. Не встречайте там, как говорят, по одежке. Сначала создайте условия для губернатора, чтобы он мог надежно и эффективно работать. Поверьте мне, по духу Резниченко-Запорожья. Одна из первых задач новому губернатору от президента – сформировать команду. Срок всего ничего. В марте все вакансии должны быть укомплектованы. Я считаю неприпустимым, когда субъективных причин в области отсутствуют 12 голев районных государственных администраций. Вакантными есть также посады заступников главы областной государственной администрации. И при этом, на жаль, залишаются на своих местах люди, которые своими действиями при попереднем режиме сганьбили. Сганьбили звания государственного службовца. Кто займет свободное кресло? Местные или свои люди из Киева? Губернатор на этот вопрос отвечает уже после официальной части. Думаю, что вы и так беспокоитесь о том, что губернатор назначен из Киева. Соответственно, 90% вероятности, что это будет запорожский. На вопрос, почему кресло губернатора пустовало так долго, почти 4 месяца, президент отвечает кратко. Шукало. И я думаю, что полностью поделяю, что это неприпустимо, что губернатор в области. Такую важную, такую значущую, такую приоритетную, без керемника. Пустует де-факто кресло из запорожского мэра. Он сначала пропадал в командировках, теперь якобы волонтерствует в зоне АТО. Правда, вопрос этот спорный и вызвал сомнения даже у президента. Порошенко говорит, оценку действиям Александра Сина запорожцы должны дать на местных выборах. Если вы спросили меня, как я стою, когда человек берет в руки оружие и захищает Украину, я бы сказал, что я отношусь позитивно. А когда мы имеем подозрение, что это выстава, то, конечно, я ставлю себя негативно. Я думаю, что глава областной державной администрации найдет возможность запросить міського голову в ближайшем часу и повернуть его до выполнения обовязков и дать возможность ответить на те вопросы, которые до него есть. Визит в Запорожье у Порошенко занял не больше двух часов. Сразу после общения с журналистами президент улетел в Киев. Наталья Заченко, Олег Мовченюк, Новости, ТВ5. День памяти в Запорожье. Вчера исполнилось 12 лет со дня смерти бывшего мэра Запорожья Александра Поляка. Напомним, 22 февраля его сердце остановилось. Каким он остался в памяти горожан и как преобразился город в материале Ирины Погореной? Народный мэр именно таким запомнился Александр Поляк всем запорожцам. За время его работы в должности городского головы областной центр изменился до неузнаваемости. Освещенные улицы, новые современные транспортные развязки и главное достижение Александра Поляка – реконструированный проспект Ленина. Путь от старшего следователя до руководителя криминальной милиции области. Генерал-майор Александр Поляк в 1998 году баллотируется в мэры. Тогда избирательную гонку проигрывает. Но во время внеочередных выборов в 2000 году становится городским головой Запорожья. Тогда ему Запорожье доверили сотни тысяч горожан. Во-первых, это был честный генерал, а во-вторых, это был человек, который принимал решение. Люди могли обратиться к нему, он мог принять решение, не боясь ни городского совета, ни каких-то там других моментов. Это решение было бы доведено до конца, потому что подпись стояла Александра Поляка. В 2000 году, по словам коллег Александра Поляка, в настоящие перемены мало кто верил. Высокий уровень коррупции, практически разворованный город. Главной целью народного мэра было вернуть доверие к власти. Мы открыли вход в здание, он открыл. Снял забор и общался так же открыться с людьми. И в должности мэра такой принцип общения с людьми, с простыми людьми, с простыми горожанами, он превалировал. То есть это не был чиновник, сидящий там, где-то далеко, в облаках и реализующий свои идеи, или пытаешься их реализовать. Это был человек из народа. Большинство проектов Александра Поляка удалось воплотить в жизнь без привлечения бюджетных средств. Например, реконструировать проспекты Ленина и бульвар Шевченко. Те, кто работал с Александром Поляком, говорят, он был лидером по натуре и сильным руководителем. Именно он сумел собрать вокруг себя команду настоящих профессионалов. Это был сильный человек, это был прямой человек. Очень много курил, очень умел прямо и четко выразить свою мысль, иногда жестко. В то же время его любили журналисты, даже те, которые все время оппонировали ему. Это был человек, который все-таки держал слово. О последних минутах, проведенных народным мэром на рабочем месте, Валерий Изотов провел расследование. Мы захотели уже после смерти узнать, с кем он встречался, кто был последним его посетителем в служебном кабинете, где мэр принимает людей простых. Это был пенсионер, женщина без пяти шесть, Поля, как всегда, куда-то спешил, зашла со своими проблемами, с документами. Секретарь ее записала, естественно, как посетительницу. Он сказал, мама, я все сделаю, оставляйте, я уже решил. И не надо тут сидеть, и я спешу, а ваш вопрос уже решен. Она попросила автограф, напишите. И он как бы без пяти шесть двадцать первого февраля написал, будьте счастливы ей. Коллеги Александра Поляка говорят, голубой мечтой запорожского мэра были мосты через Днепр. Я думаю, что если бы Александр Владимирович был жив, мосты бы уже стояли, и не одни. Впрочем, за три неполных года Запорожье превратилось из города-застоя в областной центр с огромной перспективой. Удалось реализовать не все, но то, что было сделано, навсегда в памяти запорожцев. Ирина Погоренная, Юрий Васильченко, ТВ5. И вернемся к новым назначениям в области. Наши журналисты решили разобраться, справится ли Валентин Резниченко. Сможет ли человек из медиабизнеса возглавить облгосадминистрацию. Об этом в сюжете Юлии Козырятской. Человек, который не подведет президента и не подведет Запорожье. Так сказал президент Украины Петр Порошенко, представляя нового главу области. Он достойный и эффективный человек, который покажет свою эффективность. Вас прошу об одном. Не встречайте там, как говорят, по одежке. Сначала создайте условия для губернатора, чтобы он мог надежно и эффективно работать. Поверьте мне, по духу Резниченко-Запорожье. Валентин Резниченко родом из Днепропетровска. Работал в медиасфере и к политике не имел никакого отношения. Работал в украинском медиахолдинге. Занимался развитием радиосетей по всей Украине. С августа прошлого года возглавлял Украинский государственный центр радиочастот. Много достаточно различных примеров в мире существовало. Например, мы знаем, что Рональд Рейган – это киноактер. Но, тем не менее, он успешно руководил в течение восьми лет Соединенными Штатами. Теперь же Валентину Резниченко доверили управлять Запорожской областью. Политолог Владислав Николаев говорит, то, что во главе области совершенно новый человек, неудивительно. В условиях определенного кадрового голода назначаются люди, которые вроде бы раньше и не были активными участниками политических процессов. Удивляться не приходится. А вот народный депутат и активист Запорожского Евромайдана Игорь Артюшенко надеется, что новый глава области оправдает доверие президента и общественности. И тут стояло задание как раз дойти человеку, которая будет безусловно руководством президента, которая будет выполнять доручения президента и формировать эту владную вертикаль, которую, так же могу сказать, сейчас есть как важнейшее. Это поднятие единства, единого команды, которая будет нести спорную ответственность. Юлия Козыряцкая, Эдгар Копытов, ТВ5. Два в одном. Сразу две акции на Аллее Славы. Ранее в СМИ появилась информация о том, что здесь в воскресенье состоится пророссийский митинг за мир. Накануне стало известно о переносе мероприятия. Прийти на митинг решили и участники Запорожского Евромайдана. На Аллее Славы люди с плакатами и символикой КПУ. Короткое вступительное слово организаторов. Резолюцию нашу, согласованную, мы опубликаем в наших газетах и наших листоках. Для того, чтобы здесь, на этом цветом месте, опять не было противостояния, которое мы заражили в один из весенних дней прошлого года. А после скандирования и возложения цветов. На Аллею пришли представители Запорожского Евромайдана. Возникла дискуссия. Коммунисты и их единомышленники сворачивают флаги и расходятся. В это время промайдановские активисты начинают петь гимн. Но столкновений в толпе не удалось избежать. Милиция уводит инициатора стычки. Евромайдановцы стремятся выписать с аллеи оставшихся участников митинга. Растягивают национальные флаги и снова поют гимн. Между оставшимися активистами продолжаются горячие дискуссии. Богато не надо. Историю пятого класса. Зараз нам доказывают нашим детям 3000. Украины нету, украинцев нету как нации. Постепенно активисты покидают аллею славы. Евгения Назарова, Эдгар Копытов, ТВ5. Запорожцы на коленях провели в последний путь в двух военнослужащих 55-й арт-бригады. 25-летний Евгений Дужик и 20-летний Александр Говоруха попали под вражеский обстрел в районе Дебальцево всего за 20 минут до начала перемирия. Оба парня отправились в зону АТО добровольцами. Как Запорожье прощалось со своими героями, видели наши корреспонденты. На белых автобусах с надписями «Героины вмырают» Евгения Дужика и Александр Говоруху в последний раз привозят в родную военную часть. Отсюда оба парня добровольцами отправились в зону АТО. Служили честно и самоотверженно. Последнее боевое задание выполняли в одной из самых горячих точек в районе Дебальцево. Это проверенные ребята, хорошие. Это не первая их отправка была в зону АТО, уже порядка третья, четвертая уже была. То есть опытные ребята, опытные ребята. И они находились, все мы знаем, в самом тяжелом месте, на Дебальцевском плацдарме. Вот. Они выполняли задачу, прикрывали и отходы, и просто наносили огневые удары. Командование сектора С претензий к ним никакого не было. Они с задачей своей справились. Волонтер Геннадий Старцев постоянно возит помощь 55-й артбригаде. Сашу и Женю знал хорошо. Видел их незадолго до гибели. Успел сделать несколько фотографий прямо у орудия. Не думал, что эти снимки станут для товарищей последними. Ребята на орудиях были с 8 утра до 12 ночи. Непрекращающийся огонь. В два дня, когда я там был, батарея отработала на 6 орудий 1200 снарядов. Просто, скажем так, такой огневой ад. И тем не менее, и Женя, и Саша, я и фотографировал их возле орудия. В перерыве между стрельбой шутили, смеялись. Веселые ребята были прекрасные. Евгений Дужик и Александр Говоруха попали под вражеский артобстрел за 20 минут до начала официального перемирия. Женя скончался на месте. А за жизнь Саши боролись врачи Артемовской больницы. Безуспешно. Проводить ребят в последний путь собрались близкие сослуживцы и обычные запорожцы. Всем бойцам, павшим в борьбе за Украину, посвятили стихи. У сержанта Евгения Дужика остались мать, жена и новорожденная дочь. Солдата Александра Говоруху оплакивают родители и старший брат. В последний путь Сашу и Женю запорожцы проводили, стоя на коленях. Елена Назаренко, Юрий Васильченко, ТВ5 Герои не умирают. Запорожье присоединилось к всеукраинской акции в память о небесной сотне. По всей области люди вышли на улицы, чтобы вспомнить тех, кто отдал свои жизни на Майдане. На митингах были и наши корреспонденты. Слезы, цветы и свечи в знак памяти о тех, кто отдал свою жизнь за свободу. В Запорожье на площади возле облсовета людно. Тут несколько сотен горожан собрались на панихиду по небесной сотне. Сегодня речница. Нашим героям небесные сотни пришли вшанувати их память и дать им належное то, что они должны иметь. И нашу повагу, нашу надежду, наши лучшие спогады, лучшие слова. Минута молчания и молитва. А дальше уже по традиции национальный гимн. Душу и тело мы положим за нашу свободу. В Мелитополе героев небесной сотни вспоминали два дня. Сначала памятную акцию памятника Тарасу Шевченко организовал Союз Патриотических Сил. Сегодня президентам издан указ, что сегодня у нас день памяти героев Майдана, небесной сотни. Поэтому Орбкомитет Майдана и Союз Патриотических Сил Майдана, в который входит множество организаций, начиная с самообороны Мелитопольщины и партии Свобода Батькивщина и других общественных организаций, мы решили, что в этот день мы должны провести естественный митинг. На следующий день митинг провели правый сектор и общественная организация «Право-молодь». Оба Мелитопольских митинга собрали свыше сотни участников. Люди вспоминали о событиях годичной давности в Киеве и Мелитополе. Почтили память тех, кто погиб в результате противостояния на Майдане. Пришли вспомнить тех, кто ровно год назад отдал свои жизни за справедливость и в пологах. На памятный вечер горожан собрала местная самооборона. Пологовцы с плакатами, табличками и флагами. А некоторые и вот с такими ангелами. Пологовцы помолились о душах погибших. На месте, где установили свечи, горожане хотят поставить мемориал в память о погибших героях Майдана. А это уже Бердянск. Тут на митинг-реквием собралось более 200 человек. Погибших майдановцев почтили минутой молчания. Спустя несколько минут на этом же месте прошёл ещё один митинг. Закончили митинг по традиции. Исполнили гимн Украины. Дмитрий Великанов, Евгения Назарова, Артём Довжик, Катерина Шапка, Игорь Стрельцов, ТВ5. По заболеваемости ОРВИ и гриппом Запорожская область находится на третьем месте по Украине. Закрыто 63 школы, в 27 частично закрыли классы. В двух детских садах города приостановили работу две группы. Вместе с тем уровень заболеваемости находится ниже эпидпорогного на 18%. За медицинскую помощь в лечебное учреждение обратилось 16 066 человек. Среди заболевших 64% это дети. 150 миллионов тонн за 45 лет. Работники Запорожского железорудного комбината отмечают новый трудовой рекорд. На поверхность подняли юбилейную тонну руды. По традиции смену шахтёров на шахтном дворе встретили хлебом с солью и торжественным митингом. Как добывали юбилейную тонну, видел наш корреспондент Павел Васильев. Запорожский железорудный комбинат у меня над головой примерно 840 метров породы. И сегодня здесь добывается 150 миллионная тонна железной руды. И возможно сейчас она как раз проезжает мимо меня. Настоящий подземный город. Более 300 километров выработок и работы на более чем километровой глубине. Запорожский железорудный комбинат один из крупнейших в Европе. Добыча 4,5 миллиона тонн руды в год. Под землёй работает более 3000 человек, но в шахте немноголюдно. Производственные участки разбросаны по горизонтам. Юбилейную тонну добывает первый. Виктор Медведев работает под землёй 36 лет. 100 миллионную тонну также добывала его бригада. За годы работы Виктор Медведев изучил горняцкий труд от А до Я. Сложностей много, всех не перечислишь. Но мы успешно с ними справляемся, преодолеваем. Их очень много сложностей. Но они все выполнимы, эти сложности. Так что для того мы и поставлены, чтобы их успешно преодолевать. И давать необходимое количество руды. 150 миллионов тонн – лишь очередной этап. Виктор Медведев уже думает о том, кто будет выдавать 200 миллионов тонн руды. Все это будет через 10 лет. А может даже раньше. У нас планы 6 миллионов давать через год. Через два может быть. Так что 200 миллионов наступит руда. Лет может через 7. Будем надеяться. Перспективы у нас очень хорошие. Надеемся на Переведжевское месторождение. И тогда 6 миллионов будут наши. Пока участок Виктора Медведева добывал юбилейную тонну руды, наверху уже готовят торжественную встречу. Традиционный каравай, аплодисменты и рапорт начальника шахты. Ровно в 15.30 вагонетка выкатывается на шахтный двор. Руда комбината качественная, с малым количеством примесей и большим содержанием железа. Пользуется спросом как в Украине, так и в Европе. Но в первую очередь поставляется на Запорожьсталь. Вы мне задавали буквально месяц назад вопрос, что такое зажирка в 45 лет. Я хочу ответить. Железорудный комбинат запорожский в 45 лет, это 150 миллионов тонн руды. Это в будущем еще работы на 100 лет. Даже при том, при всем, если мы будем добывать, как вам уже сказали, 6 миллионов, это будет с 22 года, то еще хватит добычи на 100 лет. Юбилейную руду на комбинате отправят в музей, но не все, а лишь несколько килограммов. Все остальное пойдет по назначению. В металлургическое производство. Павел Васильев, Андрей Снесаренко, ТВ5. Запорожцы проводили зиму с песнями, танцами и угощениями. Массовые гуляния прошли сразу в нескольких местах нашего города. В народном стиле провели прощенное воскресенье и в конном театре. Там побывали и наши корреспонденты. В Запорожском конном театре радушно встречают гостей. Здесь в народном стиле отмечают последний день Масленичной недели. С порога рассказывают, что последнюю неделю февраля правильнее называть Колодиевой. Демонстрируют одну из традиций. Цепляют символические колоды неженатым парням и незамужним девушкам. В Украине споконвіку цей тиждень назывался Колодіївым тижнем. То уже Масляна, така назва, від Росії пішла. А на Украине споконвіку ця назва носила Колодіїв тиждень. Колодіїв тиждень також выпекали млинці, в основі варили вареники. Але млинець, він більше уособлює в собі за своєю формою сонце. І чим більше млинців було з'їдено, це гарантувало пришвидшення весни. Щоби помочь весні скорію прийти, гости праздника активно налігали на блины. Приобіщались і к другим народним традиціям. Участвували в мастер-класах. Учили зробити соломіні чучела. По повірию, якщо зробити такого чоловічка і зжечі з чучелом зиму, можна збавитися від проблем і бед. Рядом з гостями праздника рука об руку гуляють зима і весна. Говорят, прощене воскресенье – день примирення. Вот і вони не ссоряться. Вот я сьогодні весна, да, я дала зиме ще шість дні буквально, для того, щоб она окончила свої права на наших владеньях запорожських. А затем прийду я. Жалко уходити, але, конечно же, я ще скоро вернусь. Ну а сейчас передаю владенья весні. Спасибо. В этот день запорожцы в Конном театре ждало ще много интересного. Работа народних мастеров, ярмарка, проходили тут і мастер-класси по изготовлению оберегов, выпечки блинов. Ну а гвоздем программы стало выступление артистів Конного театра. В последний день масленицы или прощеное воскресенье запорожцы стараются наесться и нагуляться вдоволь, ведь завтра начинается Великий пост, который продлится до праздника Пасхи. Елена Назаренко, Эдгар Копытов, ТВ5. Напоминаю, о событиях Запорожья и области вы всегда можете узнать на нашем сайте tv5.zp.ua. Если вы хотите поделиться интересной информацией или видеоматериалами, рассказать о проблеме или высказать свое мнение, пишите главред.эт.tv5.zp.ua. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова